так в прошлый раз я закончил свой поход где-то здесь кстати любопытное место вот здесь есть где памятник ты съехать с кабардинки вот отсюда то есть вот здесь у нас кабардинка есть ехать сюда вот этот где первый виток здесь памятник это здесь и здесь внизу есть место со сверлениями в скале очень интересное место еще сниму в этом видосик так здесь все уже здесь вот университет мвд идет здесь территория непроходимая здесь как мы видим тоже что-то вот такого цвета тоже непроходимая дальше там какая-то вот здесь видимо тоже непроходимая а здесь вообще это гидротехническое сооружение к это плотина что такое и и только здесь и только здесь есть когда-то вот здесь есть спуск на пляж тут транснефть вот это вот и здесь есть пуск на пляж на которая так и не сходил в этот поход и значит я шел где-то ну так где-то вот здесь я поставил машину здесь принципе ничего интересного нету здесь транснефть с одной стороны с другой стороны тоже транснефть потом начинается порт и где-то вот отсюда я начал свое движение вот и пошел вот так вот так сейчас все вот это меньше сделаю то есть вот вот так я пошел шоу 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 справа горы слева порт это все порт у нас вот этот все порт идет шоу 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 вот значит у нас церковь это вот армянская находится потом повернул налево здесь повернул налево и пошел на ту сторону новороссийска то есть это у нас вот это район шисхарис то есть это мефодиевка а я пошел на как бы в центр а там потом оттуда уже в сторону южного здесь еще у нас порт идет здесь порт то есть два моста я прошел и дошел вот до этого места и здесь я повернул здесь повернул получается еще раз налево здесь у нас магнит вот здесь вот красная площадь и как вот я говорил откуда допустим как а в основном люди проезжают новороссийск это либо они по вот этой дороге едут то есть получится справа горы и вот как вот вдоль этого хребта я вот так едут едут проезжают того и здесь как бы ничего интересного особо нету там малоэтажная застройка плюс промзоны все такое вот проезжает кирилловку вот либо суда поворачивают на анапское шоссе либо суда на вот гайду проезжают и потом в любом случае либо вот сюда поворачивают и выезжают уже из новороссийска и едут уже либо в сторону анапы либо в сторону крыма в сторону краснодара вот сам долиной либо либо они либо едут вот там где повернул доезжают до этого кольца где красной площади едут по анапском шоссе и также выезжает из новороссийска такая повернул значит я дошел до суда до отсюда вот до магнита повернул налево и пошел в сторону набережной здесь у нас уже порт еще не заканчивается еще этот порт у нас получается слева как в сторону движения к и шоу так так шоу 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 вот называется оказывается этот крейсер не никак я его назвал по ним не серебряков крейсер михаил кутузов называется но тут уже как бы у нас набережная значит началась набережная так 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 вот и так вот я пошел все это дело обследовать исследовать так и системы меньше то получается как бы такая бухта вот я то есть шоу я по этой стороне шоу так вот как бы эту бухту обходил здесь началась уже набережная самого новороссийска вот так я шел шоу шоу всю эту набережную прошел и вот дошел до этих алиманов вот где-то первый лиман был какой-то маленький вот он маленький лимон и потом идет большой лимон вот малая земля где был где памятник установлен ну то улица ленина про которая говорил так и вот здесь здесь я ушел по уже по такому по галичному пляжу вот он этот узкие как его назвать мыс и не мыс не знаю что это часть суши так я дошел сюда все и тут дальше пошла какая-то рыбацкая тема что перекрыто все в итоге я вышел сюда на ленина пришел на вот эту остановку и уехал так и следующий поход я планирую получается мне надо ехать сюда до этого пересечения дайте до конца ленина и возможно как-то попасть сюда вот на этот берег тут часть берега было перекрыто возможно тут где-то будет открыто вот наверное вот отсюда вот открыто и я пойду вот так тут у нас какая-то река что ли тут этот этот часть по не знаю что то есть такая это синие очень либо придется по берегу и либо бред это все обходите только вот отсюда уже идти по берегу идти 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 здесь какая-то часть что ли не знаю возможно можно пройти здесь можно придется вот так и обходить эти эти вот мыс хака мысхаку и по мысхаку можно дойти за я знаю что до широкой балки так эти пройти здесь уже будет такие дикие пряжи вот она широкая балка вот она тут еще что-то он проблема только в том что если дойду до широкой балки мне придется возвращаться обратно в мысхак чтобы оттуда уехать на маршрутке либо пошли либо широкой балки вот так вот куда-то ехать наверно сторону цен за линии вот я широкой балки еще можно будет потом пройти до до обраудер со а после обраудер со уже у нас будет заповедная зона были ноту вниз головы летает как он называется утришь утришь вот утришь и по утришу уходить я даже не знаю как как здесь вообще тут тут вообще вот от дюрсова тут наверно какой-то часть можно пройти а дальше идет очень много всяких закрытых зон с какими-то санаториями там не знаю с чем-то таким каким-то частными нечастными непонятно чем владениями и проблематичная на машине доезжал андерсо вот куда-то вот может быть до отсюда или вот отсюда и все и дальше что на машине уже не проехать кстати говоря какие-то заборы ворота ну вот и по идее вот как бы как-то надо это все дело пройти может может быть можно как-то получить какой-то пропуск я не знаю вот дойти до большого утриша потом вот тут уже очень интересно мне кажется будут всякие зоны и вот так вот так вот так вот так идти идти и да она подойти она пройти вот какие лиманы витязево благовещенское так тут и вот и до кирчи дайте да но я не знаю даже в этом году возможно это все дело или невозможно вот такие планы я показал до куда дошел и я думаю что я еще дойду до широкой балки думаю да думаю в течение этой зимой феврале я дойду до широкой балки может даже до дюрсо не знаю всем здравия сегодня 28 февраля я нахожусь на в российске и продолжаю свой путь пешком по берегу вокруг черного моря сегодня я планирую пройти по по набережной ну по вдоль берега новороссийская сейчас я иду в начале можно сказать вот недалеко от везда новороссийск прошлый раз в этих краях я здесь закончил свой путь на школе школе милиции как там полиции не знаю что там такое вот дальше там берег перекрытый сейчас я ехал сейчас хорошо видно потому что деревья без листьев его хорошо видно ну там береговую просматривать она присматривается и там где-то три бухты я не прошел и там по моему пройти нельзя так что тут тут там вот то есть сначала идет серпантин на въезд новороссийск как раз в начале серпантина я тогда примерно закончил свой путь и дальше дальше то есть серпантин три бухты где-то я не прошел и вот здесь транснефть тут тут справа у нас порт сейчас буду я проходить порт но достаточно долго проходить так и здесь что можно показать в начале на въезде новороссийск здесь есть пляж где серпантин заканчивается там есть вкус на пляж вот и все по моему больше там в ту сторону кабардинки пляже нет ну там дальше за серпантином уже где я бы в принципе то что я показывал а сейчас я пойду сейчас я пойду тут вдоль берега буду идти где-то где смогу выйти к нему там покажу где-то еще здесь по пути на набережную тоже есть пляж где-то ну проход на пляж этот район кстати называется шисхарис чё-то улица из головы вылетела забыл сколько здесь ездил и забыл улицу он такая у меня память вот такой райончик вот тут кто обычно проезжает новороссийск обычно проезжает вот так насквозь то есть основные районы такие красивые находятся здесь тут по-моему южный называется он там там же мысхака вон там где гора там мысхака а это вообще по-моему называется южный но этот шисхарис и обычно новороссийск проезжает то есть туда не заезжают а едут прямо 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 там дальше гайдук гайдук до гайдук это еще пару пару деревушек наверно ну как они раньше были при сейчас по моему не знаю считаются они читаются деревушками на районами считаются или девушка дачу я хотел сказать то есть проезжает новороссийскую вот так вот как бы на его не затрагивая районы которые более-менее выглядят хорошо то есть всем кажется что новороссийск вот такой что он такой чисто промышленный город ничего здесь такого симпатичного не то на самом деле это не так ну и сегодня я буду идти вдоль берега как раз буду заходить на набережную которая очень длинная то есть достаточно достаточно длинная за портом она начинается идет там до самого мысхака то есть где вот эта гора вон там виднеется аж туда подок подножию ну точнее откуда она не доходит там уже мысхака район в общем сегодня это все покажу ну порт я не буду особо показывать чуть здесь одни корабли всякие конструкции строения ски а бухты и прочее то что относится к порту там ничего интересного нету но здесь вот такие виды здесь горы здесь выработки по мергелевым добычам там дальше будет бетонный завод цементный завод он тут он не один и по моему он там который первый здесь попадется он даже по моему не функционирует здесь вот такое какая-то свалка не самое не самое красивое место новороссийская хотя здесь вот чуть плиточка все хорошо не знаю хотя и новороссийской не особо прям супер красивый где-то местами да ну блин для меня он достаточно уютный и мне здесь комфортно мне здесь больше нравится чем в тех же сачах хотя в сачах хотя в сачах там все красиво деревья там всякие такие классные тепло но я скажу что здесь не так уж и холодно в крыму похолоднее будет вот я думал что здесь холоднее я так понимаю что в крыму холоднее сейчас 20 такой 8 января и сейчас скоро начнется прям реальная зима типа типа должна начаться в этих краях всегда зима где-то в конце там середины января начинается и февраль самый холодный я здесь буду до 10 февраля потом поеду в ростовскую область так уж сложилось вот и сачах я думал проведу думал проведу зиму тоже так сложилось что что-то мне там вообще не понравилось в плане по не каких-то внутренних ощущений скажем так так ничего плохого там нету но конечно конечно места мне здесь я понял больше нравится здесь больше всяких таких мест где мне нравится проводить время на природе всякие некие пляжи ущелья горные реки все это тут близко вот садик памятник в общем здесь у меня уже как такие скажем так родные края а сочи как-то мне там как-то чувствовал себя чужим то ну и не знаю я больше полагаюсь на внутренние свои ощущения вот внешние внешние как бы да важно что происходит как она все выглядит и тому подобное но больше на внутренние ощущения решают интересная задница каких-то советских еще времен сегодня еще воскресенье и где-то 3 градуса тепла такое ощущение что где-то в пределах пяти наверно такое ощущение можно где-то и не так и вообще здесь температура она как-то более теплее чувствуется кстати чем в ростовской области там вот самая на мерзкая температура это где-то два-три градуса ну что сырость это промозглость пронизывает влага такой холод и это очень неприятно вот здесь даже при минус 6 я как-то себе тут комфортно чувствовал вот недавно было минус 6 не до неделю назад буквально вчера было плюс пять позавчера было восемь и вот дожди были и здесь кстати как-то не знаю какое ощущение что больше солнца чем в адлере там вот очень часто дожди идут такая небо все затянуто вчера вот здесь было чем офигенно светло в этой части достаточно много таких двухэтажных трехэтажных домов наверно сталинских времен здесь я предполагаю это зерно хранилище а вон там на той стороне на правой там уже там уже бетонный завод цемент наверно не функционирующего может не функционирующий вон там уже Продолжение следует... 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 какая-то промка промышленное здание так ну тут уже все повеселее всякие портовые конторы ну и все вот уже корабль авианосец то есть не авианосец а как же они называются военный корабль куда водят экскурсии то есть знаменитое место памятью неплохая не помню как он называется ну вот и набережная начинается пор закончился вот и так можно по набережной дойти почти до считай дом из хака можно почти дойти вот и так Вот где-то в той стороне Кабардинка Вот так По направлению там Почему-то на ум приходит название Адмирал Серебряков Вообще не факт, что так и есть Да, позор, конечно, но не помню, как он называется Стелла прикольно, классная, высокая Метров, наверное, 15-20 А может выше, а может меньше Стелла, ангел И в руках его корабль Парусный Большая площадь Такое место просторное Вот где-то здесь я начал свой путь Видите, вот так все обходил Обходил, обходил Обходил, короче, все А вот эта гора в далеке Это как раз есть Кабардинка Это гора Боря сейчас классного цвета, такого бирюзового Телефон не передает Может, если подкрасит Вот я понял с опытом, что самая большая проблема устройств, которые снимают видео, фото Это передать цвета неба и воды Вот это самая большая проблема их Естественные цвета передать Небо, воды, как свет падает Вот сейчас вот море Оно Я не вижу, просто у меня еще телефон Тут яркость у него на экране не та Сейчас она темнее у меня, чем на самом деле Конечно, было бы круто Такую камеру, чтобы она передавала цвета Как вот вода блестит У него определенный сейчас есть блеск Как будто металлический, что ли Тут, оказывается, и пушки какие-то есть Я не знал Пушки, якоря Так, начался пляж, где можно уже купаться Хотя в прошлом году купаться было запрещено Но, как говорится, все равно купались Да и вода, скажу я вам, здесь вполне себе приличная Отличная Тут даже песок есть Возьмите Вот Подэк я думаю вполне себе неплохо все выглядит посадили елки ничего там тут плохо летом я немного прошелся по этой набережной только с другой стороны со стороны со стороны месхака но с другой с противоположной стороны я не думал что я не видел этих просторов что тут столько много всяких памятников каких-то скверов типа вот пожалуйста сквер не за мне по прям понравилось мне кажется много людей которые проездом были в новороссийске или как-то тут сюда не заглядывали конкретно удивятся насколько здесь симпатичненько а а а а а а а а на а а а а как а и а Продолжение следует... 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 Отсюда начать, что это у нас магнит семейный, это улица Ленина, я думаю Потому что до Масхака я так еще не дошел